Вот такие необычные и крутые товары я вам сейчас покажу, так что смотрите до конца. Всем привет, с праздниками вас! Сегодня я подготовил для вас подборку из 15 необычных, интересных и полезных устройств с Алиэкспресс, которые вас заинтересуют и будут полезны в быту и не только. Приятного просмотра! Цифровая рулетка с лазерным дальномером. В этом приспособлении оба инструмента были скомбинированы в едином корпусе. Таким образом, с его помощью можно использовать как классическую ленту длиной 5 метров, так и лазерный луч, измеряющий дистанцию в пределах 20-40 метров, что определяется конкретной модификацией. Линейка соответствует стандарту МИД-2, что обозначает точность на уровне 0,5 мм. Для отображения показания на корпусе предусмотрен цифровой дисплей. Наличие блокиратора позволяет безопасно зафиксировать линейку на нужной длине. Благодаря металлической клипсе такую рулетку удобно переносить на поясе. На конце измерительной ленты расположен магнит, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях. Зарядка инструмента осуществляется через порт microUSB. Применять лазерный дальномер рекомендуется при температуре окружающей среды воздуха от 0 до плюс 40 градусов. Дезинфектор Xiaomi DownHome. Устройство представляет собой комбинацию из генератора и распылителя дезинфицирующего спрея. Основными компонентами для его создания являются обычная столовая соль и вода. Под действием электролиза внутри прозрачного резервуара генерируется гипохлорид натрия, который обладает выраженными антимикробными свойствами и способен справиться с 99,9% из них. Объем внутренней емкости составляет 250 мл. Использовать такое количество жидкости рекомендуется в течение суток. Применять его можно в домашних условиях, в машине и даже во время прогулок. Лазерные датчики пылевого загрязнения. Вслед за датчиками температуры, влажности и протечек владельцы систем умного дома часто устанавливают датчики пылевого загрязнения. Данное семейство сенсоров как раз и предназначено для мониторинга частиц пыли в труднодоступных местах. Устройство может справиться с определенными концентрациями частиц RM1, RM2.5 и RM10. В зависимости от их размеров изменяется и точность. Для обнаружения пыли используется принцип лазера. Вывод данных о замерах осуществляется через интерфейс UART или PWM. Это зависит от конкретной модели пылеулавливателя. Интервал обнаружения составляет 1 секунду. Миниатюрная посудомойка от Xiaomi. Из-за своих скромных габаритов такое устройство вряд ли подойдет для большой семьи, но для одиноких людей она вполне сгодится, поскольку позволяет отмыть 32 предмета за раз и при этом не занимает много места. Всего здесь предусмотрено 6 программ мойки. Двойная система сушки практически не оставляет влаги на посуде и внутренних стенках машины. Максимальная температура нагрева при этом составляет 75 градусов, а вода равномерно распределяется внутри из 16 форсунок под мощным давлением 11000 паскалей, позволяя очищать тарелки, кружки и столовые приборы со всех сторон. Для управления работой посудомойки и настройки ее режимов удобно использовать приложения, а также умные колонки. Жидкий уплотнитель резьбы. Нанесите небольшое количество содержимого бутылочки по всей длине резьбы, чтобы уже через сутки был заметен эффект от ее использования. Скрутить такую резьбу будет сложно. Таким образом клей практически применять в критически важных узлах, а также в качестве дополнительной защиты от протечек. Кроме того, состав такого клея обладает антикоррозийными свойствами, а также термостойкостью. Жидкость имеет синий цвет и содержится в емкости объемом 10 миллилитров. Для ее нанесения на горлышке установлен удобный аппликатор-пипетка. Программируемый терморегулятор для батареи отопления. Устанавливается перед радиатором и может быть запрограммирован на поддержании нужного температурного режима. Более того, поддерживается регулирование температуры по расписанию и автоматическое отключение. Если температура в помещении резко упала, например в результате проветривания. Устройство работает от двух батареек 2А и взаимодействует с управляющим приложением по протоколу ZigBee 3.0, а следовательно требует для работы установку специального хаба этого же производителя. Также управлять регулятором можно через голосовые помощники от Google и Amazon. На корпусе располагается цифровое табло с актуальным значением температуры. Компактная ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick. В отличие от стандартных ТВ-коробок, здесь нет необходимости использовать отдельный HDMI кабель, так как стик включается напрямую в порт телевизора. Несмотря на размеры, характеристики устройства позволяют ему справляться с большинством стандартных задач. В качестве процессора здесь используется 4-ядерный Cortex-A53, дополнительный 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ для хранения данных. Приставка поддерживает оба диапазона Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц и вывод объемного звука. В качестве операционной системы используется Android 9, на которой можно установить любые приложения для воспроизведения контента из Google Play. Для управления стиком в комплекте с ним предусмотрен пульт. Также у данного устройства имеется встроенная поддержка Chromecast. Многофункциональная док-станция под телефон. Главным преимуществом такого комбайна является наличие выхода HDMI, что позволяет выводить изображение с телефона на внешний монитор или телевизор. При этом само мобильное устройство находится в вертикальном положении и устанавливается на разъем USB-C. Также в этой док-станции предусмотрено 2 USB 3.0 выхода для подключения флешек, а также встроенный картридер. Площадка по телефону легко адаптируется к любому аппарату и оборудована силиконовой накладкой, которая защищает корпус от соскальзывания. Основание дока также защищено от скольжения. Для отображения статуса док-станции на передней панели здесь расположены 4 индикатора. Для подключения внешнего питания есть USB-порт. Шарф с электроподогревом. С наступлением настоящих зимних холодов особое внимание при выходе на улицу уделяется одежде. Она должна хорошо защищать от мороза, но при этом часто сковывает движение и является тяжелой. Разумным компромиссом между удобством и тепловым комфортом являются аксессуары с функцией электроподогрева. Например, внутри этого шарфа предусмотрен карман для нагревательного элемента мощностью в 6 Вт, который работает от любого пауэрбанка через USB. Тепло передается с помощью безопасного инфокрасного излучения, а эффект заметен уже через 3 секунды после активации. Без подключения к источнику питания это обычный шарф, который подходит как женщинам, так и мужчинам. У меня кстати есть куртка с электроподогревом и скажу честно, все работает. Дверной доводчик с простой установкой. Крайне полезная вещь, но от его покупки многих останавливает сложность установки и необходимость делать отверстия в двери и на стене. Это простое приспособление выполняет функцию автоматического закрывания без сложной установки. Установка такого доводчика занимает секунды. Наклеите главный блок на стену поблизости от верхнего угла двери, а крючок на саму дверь на одном уровне с главным блоком. Далее соединяете их тросиком и больше не беспокойтесь о том, что дверь осталась открытой. Тросик автоматически будет сматываться, увлекая за собой дверь. Нагревательный кабель для защиты от оледенения. Зимние морозы часто несут негативные последствия для жилых домов и коммуникаций. Крыша покрывается льдом, а водопроводные трубы промерзают и закрываются. Для борьбы с этими явлениями существуют специальные нагревательные кабели. Две медные жилы в этом варианте заключены в оболочке из полупроводника и ПВХ. Под действием электрического тока такой кабель прогревается до температуры в 70 градусов и при этом он защищен от возгорания и попадания влаги, что особенно важно при его использовании в жилых помещениях. В продаже можно найти три варианта ширины кабеля на 8, 10 и 12 миллиметров. Кроме того, существуют более совершенные модели с дополнительной оболочкой из сплава алюминия и магния. Зонтик со встроенным фонариком. Начать следует с того, что этот зонтик является полностью автоматическим, то есть складывается и раскладывается по нажатию на единственную кнопку. Кроме того, при складывании мокрая поверхность остается внутри, что защищает одежду или сидение в машине от намокания и позволяет попасть в салон сухим. В плане безопасности здесь есть сразу два важных усовершенствования. Отражающая полоска по периметру купола, которая подсвечивается в темноте внешними источниками света и повышает заметность для водителей, а также светодиодный фонарик, встроенный в ручку. Диаметр купола 105 сантиметров. Каракас выполнен из алюминия. Гибкий барьер для воды. Вода, которая проникает из душевой кабины, стиральной машины или постоянная сырость около раковины, вынуждает искать вариант, как обуздать стихию в отдельно взятом жилище. Проще всего сделать это с помощью этого гибкого и универсального барьера. Такие полоски водостопа можно установить в ванной, на кухне и везде, где есть вероятность нежелательного проникновения воды. В качестве материала для создания барьера использован силикон, который не подвержен коррозии и воздействию высоких температур. Благодаря гибкости полоски водостопа могут сгибаться под любым углом. Если случайно наступить на такую преграду, то ничего страшного не случится, она лишь прогнется под тяжестью вашего тела. Спиральная вешалка для экономии места. Такая вешалка для белья обладает спиральной формой. Таким образом, простыни, пододеяльники и шторы располагаются на ней наиболее компактным образом, освобождая место для другого белья и одежды. В зависимости от выбранной формы, ширина спирали может составлять от 40,5 до 43,5 см. Обернуть вокруг нее можно чуть больше 2 метров. Среди доступных вариантов есть круглая, квадратная и многоугольная спираль. Все вешалки из линейки изготовлены из прочной нержавеющей стали и способны выдержать до 30 кг веса, что особенно актуально, когда белье еще мокрое. Для более быстрого высыхания белье рекомендуется равномерно распределить по ребрам сушилки. Подвешивание осуществляется с помощью крюка. Магнитный светильник является автономным, то есть не требует подвода проводов и способен проработать на одном аккумуляторном заряде до 24 часов. Сама лампа и ее держатель являются отдельными частями и соединяются при помощи магнита. Таким образом, ее можно свободно перемещать в нужное место и применять в качестве фонарика, а угол наклона в держатели легко настраиваются под потребности владельца в пределах 80 градусов. Для управления светильником на корпусе расположены кнопки, с их помощью можно настраивать яркость и температуру света от 3000 кельвинов до 5000 кельвинов. Настройки остаются в памяти лампы и поэтому их не придется каждый раз настраивать заново. Зарядка устройства осуществляется через USB-C. Ну как вам эти 15 товаров? Что понравилось и пригодилось бы дома? Напишите в комментариях, я их все читаю. Спасибо всем за лайки и подписки. Делитесь роликом с друзьями, пусть тоже увидят эти товары, вдруг они искали что-то подобное. Хорошего вам вечера и увидимся!